Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Мы рады новой встрече и напоминаем вам свои контактные данные. Вы видите на экране электронную почту, телефоны, телеграм-контакты. Ввиду сегодняшнюю встречу я, консультант-аналитик Галина Гардашева. И здесь же указан наш электронный адрес сайта. Мы немножко позже выкладываем записи вебинаров, так что если вам оказалось неудобное время или не смогли досмотреть до конца, то вы можете к этому вернуться и посмотреть потом запись вебинаров в удобное время. А также, может быть, еще найдете интересную для вас информацию. Так, мы вам рады. Тема нашей сегодняшней встречи, то есть мы будем говорить об отчетности, которую сдаем по итогам 2023 года. То есть это декларация о негативном воздействии на окружающую среду. Декларация по налогу на прибыль, пожалуй, самая такая сложная декларация на настоящий момент. Декларация по УСН и по ЕСНХ. Обязательная годовая отчетность. Ну и некоторые новшества затронем по фоинскому учету, по аудиторскому сопровождению. Поговорим. Итак, начинаем. Как сегодня будет построена наша встреча? Мы будем, ну, так сказать, нормативную информацию смотреть на слайдах и будем с вами переключаться на демо-версию программы ERP. Сейчас мы закроем, чтобы нам не мешалось вот это дело. Ну и, соответственно, будем смотреть на программе ERP. И попутно я буду немножко рассказывать, ну, так сказать, делать небольшие скорости слов вправо-влево, для того, чтобы было более понятно. Итак, возвращаемся к нашим слайдам. Ну, во-первых, для того, чтобы нам вообще говорить о том, что мы можем сдать такую-то декларацию, такую-то, например, отчетность и так далее, нужно проверить доверенности. Если мы сдаем сведения в налоговые органы и любые другие фискальные органы, то, соответственно, у нас должна быть квалифицирована электронная подпись КЭП. С 1 марта этого года эта электронная доверенность у нас должна быть с усиленной электронной цифровой подписью доверителя. И напоминаю вам, что в нашем, ну, сейчас начали действовать декларации машиночитаемые. То есть у них немножко другое, другое правило. Другие правила выпуска, но тем не менее. Это необходимо проверить, потому что если окажется, что у вас по каким-то причинам, ну, не оформлена или неправильно оформлена подпись, то ваша декларация может быть посчитана как непредоставленная, даже если вы ее отправите в нужные сроки. С 1 марта новый формат доверенности используется, кодировка 5.0.2. И на эту кодировку у нас есть год, переходный период. То есть инспекции будут принимать старые доверенности в формат 5.0.1 еще в течение года. Ну, новые правила и оформление декларации можно почитать отдельно. То есть порядок отзыва, порядок направления можно почитать в правилах работы с этой доверенностью. Доверенности на самом деле в программе у нас несколько. И мы можем их посмотреть. А сейчас я вам покажу такой сборный слайдик. То есть в разных подразделах программы. Например, в разделе продажи, в разделе закупки, в разделе казначейства. Но это не такие доверенности, про которые мы с вами говорили. Это доверенности на получение денежных средств, товароматериальных ценностей, на получение там ТМЦ. То есть у нас есть подраздел, например, продажи и доверенности на получение наличных денежных средств. Либо в разделе закупки доверенности на получение товаров. Мы с вами, если перейдем в раздел казначейства, то здесь получение денежных средств. Ну, то есть, как вы видите, в этих разделах идут тематические доверенности. Они могут быть машиночитаемые, но на самом деле для сдачи отчетности нас интересует квалифицированная электронная подпись КЭП. Эти доверенности выдает только налоговые органы, то есть налоговая инспекция. И здесь хочу отметить, что дистанционно КЭП не оформляется. И для того, чтобы ее получить, вам нужно посетить и лично осуществить налоговую своим визитом. И второе, что следует делать до начала составления отчетности, то есть здесь неважно годовой или квартальный, вам нужно проверить релиз конфигурации, которая у вас установлена. Вот это очень важно и очень критично, потому что было много изменений в прошлом году. Соответственно, появлялись новые формы отчетов и регламентированных, и других. И это все отражалось в последних релизах. Сейчас мы с вами переключимся на нашу демо-версию и поговорим о том, где мы можем это посмотреть. Для этого вот такая пиктограмма, она во всех конфигурациях присутствует. И если мы нажимаем на эту пиктограмму, то вот здесь пиктограмма и с точкой в окружности. Это информация, и нажав на нее, мы получаем сведения о платформе, которая у вас установлена, и о конкретной конфигурации, которая на данный момент у вас используется. Мы с вами смотрим на релизе 2.5.15. Это один из самых новых релизов. Сейчас мы, к сожалению, не последний, потому что он был выпущен в начале февраля, и сейчас уже появились более поздние. Но, тем не менее, в нем задержатся актуальные формы регламентированной отчетности. Ну и, соответственно, я могу на нем составлять уже годовую отчетность и не переживать, что у меня где-то прокралась ошибка в виде старой формы или еще чего-то. Теперь поговорим о том, какая отчетность... Снова вернемся к нашим слайдикам. Поговорим о том, какая отчетность у нас с вами будет интересовать в этот период. Я повторюсь, что мы рассматриваем отчетность, которая сдается по конкретным срокам. Ну, то есть мы с вами не берем отчетности по НДФЛ, НДС, те сроки, которые уже прошли, и говорим о той, которая предстоит, так сказать, к сдаче. Значит, первое – это то, что задается не слишком часто, но, тем не менее, это декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Срок декларации не позднее 10 марта, но здесь обратите внимание, эта декларация сдается в Роспотребнадзор, и поэтому у нее сроки, если выпадают на выходные, не переносятся. То есть у нас 10 марта выходной с вами день, и поэтому сдать декларацию нужно не позднее 8 марта. То есть фактически у нас остается только 2 дня, потому что эта декларация сдается не в налоговую инспекцию, и поэтому переносов нет. Обычно декларация, чтобы сдать декларацию, можно воспользоваться либо услугами приглашенного специалиста, потому что здесь достаточно специфичная информация, и бухгалтера обычно редко дают эту отчетность, потому что нужны паспорта отходов, нужны свинья об объемах данных отходов, и, соответственно, это не бухгалтерская информация. Отчетность сдается, заполняется на сайте Роспотребнадзора, и, соответственно, отправляется в обычном порядке. Но вот если организация по какой-то причине не сдала, или забыла, или неправильно сдала, то в этом случае Роспотребнадзор развернется, так сказать, во всей своей красе и расценит это как сокрытие или искорвение экологической информации, а вот здесь уже нам грозят штрафы. Значит, на должностных лиц штрафы от 3 до 6 тысяч рублей, а на юридический лиц от 20 до 80 тысяч рублей. И такие же требования будут, если выявится несоответствие между отчетностью, которая сдается в статистику, и которую мы сдали по окружающей среде. Опять же, повторюсь, нужна электронная подпись действующая, чтобы у вас была оформлена. И если вы заполняете декларацию на сайте Роспотребнадзора, то дублировать ее в печатном виде уже не нужно. Достаточно того, что вы ее подали и подписали квалифицированной электронной подписью. Ну, также вы можете представить декларацию только на бумаге, без предоставления в электронном виде. Если у платильщика отсутствует электронная подпись, но сейчас у нас такая ситуация встречается уже, ну, практически, наверное, и не встречается. Если годовой размер платы за предыдущий отчетный период равен или менее 25 тысяч рублей, ну, это касается в основном предприятий, которые не ведут производственную деятельность, ну, то есть, соответственно, не загрязняют окружающую среду и вообще белые пушистые. Или у платильщика нет возможности подключиться по информационно-телекоммуникационной связи. Ну, то есть, если вы, допустим, находитесь в вашем предприятии где-нибудь в отдаленных местностях и отсутствует интернет-сообщение. Вот здесь, обратите внимание, когда вы сдаете декларацию, у нас возникает разночтение, так сказать, в дате предоставления декларации, потому что если вы в бумажном виде даете какую-то отчетность в налоговые органы, то считается датой предоставления декларации дата на квитанции, то есть дата отправки. А вот здесь у нас декларация считается предоставленной в день регистрации в Роспотребнадзоре, а в бумажной декларации дату отметки территориального ведомства о ее получении. И если у нас есть дата почтового отправления, то вот тогда возникает разночтение дата почтового отправления или дата регистрации в Росприрнадзоре. И, ну, соответственно, в любом случае вам нужно будет доказывать, что вы сдали, ну, допустим, вовремя. Поэтому лучше не допускать до последнего дня, а сдать ее немножко заранее. Добава себе форма декларации оплата за негативное влияние окружающей среды несложная. То есть вы видите на экране сейчас она есть в необходимых регламентных отчетах. Сейчас мы посмотрим их. То есть вот у нас раздел регламентированный учет, журнал регламентированные отчеты. И в этом журнале у нас перечислены отчетности, которые мы, допустим, сдавали или сдаем регулярно или когда-то работали с ними. В этом случае я по кнопочке создать создаю соответствующую декларацию. Вот она у меня здесь уже сделана. И, соответственно, заполняю те разделы, которые у меня есть. Ну, соответственно, если я не халтурила при заполнении программы, то у меня будет здесь информация заполнена автоматически, потому что сюда поступают сведения из карточки организации. Ну, если я халтурила где-то, то, соответственно, в этом случае у меня здесь окажутся поля незаполненные, которые мне нужно будет заполнять в ручном режиме. И если у меня есть какие-то дополнительные документы, то я могу их сюда добавить. Ну, например, какие-нибудь там объяснения, платежи и так далее. Снова возвращаемся к нашим нормативным актам. И вот так. К нормативным актам. И посмотрим, что же дальше у нас в годовой отчетности мы должны сделать. Итак, мы с вами посмотрели, какие штрафы нам грозят за то, что мы, допустим, нарушили сроки или не своевременно отчитались, или каких-то ошибок наделали по отчетности за окружающую среду. И следующая отчетность, которая нас интересует, это отчетность самая сложная. То есть это налог на прибыль. Ну, все вы помните, что налог на прибыль нарастающим итогом заполняется декларация. И, соответственно, мы сдаем декларацию за четвертый квартал, то бишь годовая, нарастающим итогом. Сроки по налогу на прибыль в 2023 году не совпадают с отчетными дедлайнами, как было раньше. То есть это зависит от того, какой у нас выбран, какая система выбрана. То есть ежемесячная четность или ежеквартальная. То есть, соответственно, если мы ежеквартальную выбираем, то есть ежемесячную, понятно, мы отчитываемся каждый месяц. А если ежеквартальную, то мы сдаем декларацию до 28 числа следующего месяца. и, соответственно, в общий срок, как сейчас у нас мы платим все налоги, то есть здесь важно только подать уведомление на нужную. строком промахнулся. Ну, вот вы видите в табличке сроки, когда мы должны сдать декларацию в случае, когда мы уплачиваем ежемесячно или ежеквартально. при этом обратите внимание вот на что. То есть у нас декларация по налогу на прибыль очень сильно завязана в отношении того, что нужно включить, что можно включить в состав расходов, ну, чтобы не занизить налогоблагаемую базу и так далее. И в этом случае, то есть если все-таки получилось, что компания нарушила сроки предоставления этого отчета, нарушила сроки предоставления декларации, то, соответственно, налоговики сразу... такая ситуация вызывает у них крайнюю настороженность, и они будут пытаться применить штрафные санкции в размере 40% от недоимки. И, соответственно, срок для отчетности за четвертый квартал очень важно не пропустить. Это у нас 25 марта 2004 года, то есть этого года. А уплаты налога на прибыль за этот период, то есть за год 28 марта 2024 года. Ну, в общем, в случае, когда предприятие находится на общем режиме налогообложения и он ведет не сильно активную деятельность, то мы заполняем титульный лист раздела 1.1, лист 0.2 и приложение к этому листу. А остальное, то есть эти листы мы заполняем всегда, а остальные мы заполняем при наличии деятельности по этим подразделам. И здесь вот хочется порекомендовать, есть очень неплохая инструкция, и, соответственно, называется он заполнение декларации для чайника в 2024 году и приложение номер 2 к приказу. Этот приказ размещали у себя многие, поэтому мы как бы тоже указываем все. Но это, в общем-то, самый, наверное, удачный вариант пояснений. Собственно, декларация по налогу на прибыль у нас в этом плане не изменилась. И точно так же сейчас мы на нее переключимся. Так, это мы закроем, мы уже тут посмотрели. И декларация по налогу на прибыль. Вот она у меня здесь и есть. Единственное, хочу напомнить, что если у вас какой-то отчетности нету, и вы хотите ее сюда добавить, то через кнопочку создать вам открывается... Галина, Галина, я прошу прощения, у вас пропала демонстрация экрана. Я сейчас вам отдам права и верните, пожалуйста, демонстрацию экрана. Извините, пожалуйста. Хорошо. Так, демонстрация экрана. Есть, есть. Есть организатор. Окей. Демонстрация экрана. Так, поделиться. Угу. Есть. Все у нас? Да, да. Угу. На каком моменте пропала демонстрация? Даже не подскажу, пару минут назад. Хорошо. Угу. Я повторюсь. Да, спасибо. Демонстрация по налогу на прибыль у нас, смотрим мы ее сейчас с вами на демо-базе, и, соответственно, здесь у нас есть закладочки избранные в этом, на этой закладочке отображаются все регламентные операции, которые мы, регламентные отчеты, которые мы составляли. Если вы составляете какую-то документацию первый раз, какую-то отчетность, то закладочка все, и здесь мы выбираем, ну, соответственно, вот нужную отчетность, допустим, вот по налогу на прибыль. Вот он у нас есть здесь. И мы открываем, выбираем юрлицо. Я вот выберу деловой союз, он у меня дежурная жертва. И создать. Обратите внимание на подсказочки, то есть если у вас, например, неактуальная форма установлена, программа вам будет ругаться. Соответственно, вот у меня налоговая декларация по налогу на прибыль. И в программе достаточно много проверочных мероприятий. Начиная от того, что зашито в самой декларации, то есть мы можем посмотреть, вернемся к этому через несколько минут. И кончая вот такими возможностями, то есть меню сервис, у нас с вами есть помощник в заполнении декларации налогу на прибыль. Ну, соответственно, если у вас упрощен годок книг доходов и расходов. Ну, и если патент, то, соответственно, по патенту. Вот помощник создания декларации, вот включаю я свой деловой союз в налоговом органе. То есть я схалтурила при регистрации, при заполнении карточки предприятия. И теперь мне надо вернуться и, соответственно, ее дозаполнить. Или если у меня в нескольких налоговых органах зарегистрировано, например, обособленное подразделение, то выбрать нужное. Ну, я вот выберу вот так, чтобы не терять времени. И кнопочку заполнить нажимаю. И у меня здесь отображаются, собственно, мои декларации, которые уже есть. Я могу посмотреть список, но у меня его сейчас нет на данный момент. То есть пошагово продвигаясь по отметочке далее, я могу воспользоваться помощником. Это удобно на первых порах, особенно если вдруг потеряли право, например, на упрощенку и перешли на налог на прибыль. Ну, еще в каких-то экстренных ситуациях и так далее. Вот. То есть, еще раз повторю, если у меня заполнена карточка предприятия полностью все, я ничего не пропускала, никаких полей, то у меня высветится здесь вся информация и о сотрудниках, то есть о руководителях и о, соответственно, месте регистрации, периоде, ну, то есть все, что мне необходимо. И мы сформируем нужную отчетность. Я пока не буду изменить ее. Сохранен. А вот теперь посмотрите, если я все-таки хочу выгрузить, вот здесь нужно сказать отдельно о выгрузке. То есть у нас есть сервис, когда мы работаем через оператора электронных каналов связи. Ну, это, в общем-то, всем известны, например, Субис, Астрал, Контур и так далее. То есть мы формируем отчетность в программе, затем проверяем выгрузку в какой-то файл и, соответственно, и, соответственно, этот файлик мы куда-то сохраним и потом отправляем уже оператору, оператор пересылает налоговые органы. Сейчас я подвину, а то я не могу вот так вот его закрыть. Вот так, а теперь подвинем это обратно. Ну, соответственно, если у предприятия есть дополнительный сервис, сейчас я вам покажу. Дополнительный сервис называется 1С-отчетность, то есть название сервиса совпадает с названием вот этого раздела. И что такое этот сервис? Это возможность напрямую обмениваться сведениями с налоговыми органами, то есть напрямую передавать на сайт налоговых органов, минуя оператора связи, оператора ТКС. А в этом случае здесь есть несколько тонкостей. То есть если мы переходим вот на общий журнал отчетов, мы видим всю отчетность, которую мы сдаем. В случае, если мы переходим на сервис 1С-отчетность, мы точно так же видим все, что мы сдаем, но файл мы не выгружаем. То есть выгрузку вот этот вот файл для отправки не формируется отдельно, вне конфигурации, а сразу направляется на сайт налоговых органов. Но для того, чтобы подключиться к 1С-отчетности, вот к такой системе, к такому сервису, нам необходимо, чтобы у нас была подписка либо ИТС-пров, в этом случае у нас одно юрлицо мы можем бесплатно подключить к такому сервису, либо 1С-техно, тогда в этом случае у нас данный сервис платный, но стоимость очень дружественная, то есть там порядка 4-5 тысяч, ну, зависит от того, сколько рабочих мест подключается, на год. Ну, то есть если разделить на месяцы, то получается вполне себе дружественная ситуация. Так, снова переключаемся. Возвращаемся к нашим слайдам. Так. Вот мы с вами посмотрели декларацию по налогу на прибыль, посмотрели, где есть помощник, и, соответственно, ну, это, наверное, самая трудоемкая операция, подготовка декларации по налогу на прибыль, и кроме того, что она здесь вот дает нам возможность взаимодействовать с сервисом 1С-отчетность, у нас есть еще, так, вот такая возможность. То есть если я сейчас выбираю декларацию по налогу на прибыль и хочу сформировать вот отчетность, хочу проверить выгрузку, мне сейчас программа ругнется, то есть она выдаст мне список ошибок. И эти ошибки вызваны не тем, что я что-то неправильно посчитала или внесла неправильную декларацию, а тем, что я схалтурила при первоначальном запуске, то есть я не заполнила правильное сведение про свою организацию. Видите, теперь у меня программа ругается, что мне надо либо в режиме ручного редактирования внести КПП обособленного подразделения, там не знаю, не задан признак возложения обязанности по уплате налога на обособленное подразделение, то есть мне нужно возвращаться в первоначальной настройке своего юрлица, то бишь это у меня НСИ и администрирование, меню организации и соответственно вот он мой деловой союз, я возвращаюсь вот в этот деловой союз и теперь смотрю, а что же я здесь схалтурила, что я не заполнила и соответственно либо заполняю здесь недостающие сведения и переформировываю декларацию, либо в пожарном порядке, если я считаю, что мне некогда этим заниматься, я пишу прямо в самой декларации, так, сейчас мы это с вами посмотрим, либо я пишу в самой декларации, формирую печатную форму, печатная форма мне не формируется, и значит в этом случае вот таким образом и я в ручном редактировании заполняю недостающие поля, что занимает, как вы понимаете, дольше времени, чем заполнить один раз сведения про организацию, то есть карточку заполнить, правильно, и в общем после того, как я устраняю вот эти ошибки, я уже могу отправить декларацию, если я не решилась переходить на допустим, такой сервис. Ну, собственно, декларация по налогу на прибыль, самый, наверное, такой серьезный, самый значимый отчет, и здесь вот у нас есть еще один дополнительный сервис, то есть уже нет по порядку заполнения декларации по налогу на прибыль, а анализ по налогу на прибыль вот в таком формате, то есть вот мы устанавливаем, что у нас январь, только не 24-го, а 23-го года, и, соответственно, здесь у нас будет, что декабрь, только, соответственно, не 24-го, а 23-го года, то есть 31-го декабря, и мы можем сформировать, вот я беру опять же свой главой союз, здесь сформируются разделы, которые входят в декларацию налога на прибыль, ну, я могу посмотреть и узнать ага, вот у меня программа новость, что 23-й год меня интересует, вот так, 23-й год меня интересует, ну, и, соответственно, те сведения, которые у меня отражены в программе, и если что-то меня здесь смущает, если я считаю, что что-то неправильно, я могу в них вернуться и детально посмотреть, из чего они сформировались, это вот два таких, наверное, наиболее употребимых сервисов, которые используются при составлении годовой декларации, снова вернемся к нашим слайдикам, вот, и поговорим вот о чем, теперь, если у вас, значит, вы не общий режим, то вы должны сдать декларацию по упрощенке за 23-й год, сроки отличаются для организации, то есть, юридических лиц и эпистов, юридические лица должны отчитаться в марте, то есть, 28 марта этого года, то есть, соответственно, вот здесь уже через 20, ну, через 20 дней, а эписты должны предоставить отчет через месяц, то есть, не позже 2 мая, то есть, перенос с 28 апреля по причине того, что у нас выходные дни. И здесь надо обратить внимание на том, что налоговая скорректировала форму декларации, порядок ее заполнения и формат. Самое печальное это формат предоставления, потому что если, допустим, форму декларации и порядок ее заполнения еще как-то можно вручную скорректировать, то формат предоставления тоже проблематичен. И эти изменения нужно применять с отчетности за 2023 год. Единственное, что радует, что это технические изменения, то есть, уточнили, например, штрих-коды, поправки внесли в разделы 1.1 и 1.2. Эти поправки были внесены из-за изменения сроков уплаты налогов. То есть, в принципе, информация как таковая не изменилась и то же самое, что было в старых формах, заполняется и в новых. Но обратите внимание еще раз на формат предоставления. То есть, формат предоставления разный, поэтому уже не получится быстренько исправить в старой форме нужный штрих-код, откуда-то скопировать и отправить. Обратите на это внимание. для упрощенцев у нас в этом году изменилось достаточно много. Ну, это вы видите на экране, данные, которые будут действовать уже на 2024 год. То есть, естественно, изменился коэффициент дефлятор, в общем-то, изменились лимиты. Ну, вот на экране вы видите, какие сейчас, но единственное действует система, которая была в переходный период, что если вы превысили показатели, например, по выручке по численности, незначительно, но превысили, значит, в этом случае вы можете не терять право на упрощенку, а можете просто повышенный размер налогов уплатить. единственное, что стоит учитывать, что если, например, в течение периода вы вот уже в этом году меняли юридический адрес и, например, переводили свою деятельность с одного региона в другой, то в этом случае соответственно и налог на УСН и авансовые платежи вы будете платить уже по месту новой регистрации и если там применяются районные коэффициенты, то вы, естественно, должны будете их учитывать, то есть должны будете применять уже с учетом нового места жительства, так сказать. И для ЭПИСТов собственно говоря увеличилась стоимость года, то есть 24-й год у нас будет 49 500, это фиксированный взнос, ну и по-прежнему 1% взносов на страхование тот же самый принцип, по которому взимался дополнительный налог в 23-м году. Ну и если у вас доход более 300 тысяч, то сумма превышения по-прежнему вы платите 1% и соответственно в другие сроки. А вот книги учета доходов и расходов у упрощенцев изменились, но также и сельхозналог и ведут их уже по новым формам. Но обратите внимание, это не к отчетности за 23-й год, а это уже в 24-м году изменились порядок заполнения книг и собственно говоря изменения, которые произошли, не надо заполнять адрес местонахождения организации и писать место, где получен патент. Но собственно это не супер революционное изменение. Самое основное это то, что книгу расходов и доходов по сельхозналогу теперь не нужно предоставлять налогу для заверения. То есть упрощенцы, которые работают по упрощенке, уже давно не предоставляют книгу доходов и расходов для заверения в налоговую инспекцию, но как бы для сельхозпроизводителей это может быть важным. И собственно говоря, если вы на 6%, то в этом случае раздел 4 для отображения страховых взносов уменьшающих налог вам теперь заполнять не надо. Его из книги исключили. И на его месте теперь у нас существует раздел 5 по торговому сбору. Это так сказать немножко справочной информации по поводу того, что у нас было для упрощенцев. Но как вы помните, у нас для упрощенцев еще припасен даже не знаю, как сказать, ложка дегтя, бочки меда или как-то по-другому. Вы помните, что у нас с прошлого года начал действовать новый режим автоматизированного упрощенной системы налогообложения АУСН абсолютно с другими показателями. показатели ниже, чем сейчас действуют для упрощенцев, но при этом они полностью освобождены от ведения бухучета и много других преференций, но у них достаточно более жесткие ограничения и по численности сотрудников, и по критериям экономическим. И в этом году у нас на этом режиме могли работать предприятия из четырех регионов, то есть Москва и Московская область, Калужская область и Татарстан, то есть они как бы входили в пилотный проект и уже работали. Возможно в этом году вот эта вот система будет распространена, будет доступна и для других предприятий, не только для этих регионов. теперь по поводу того, кто сдает декларацию по ОСН, то есть казалось бы уже давно и хорошо утрамбованная скажем так позиция, то есть все достаточно хорошо знают, кто сдает, но постоянно возникают вопросы, и вопросы такого плана, то есть а если мы на налоговых каникулах находились и не платили налог, в этом случае все равно упрощенку, декларацию по упрощенке вы сдаете. если у вас применяется режим налоговых каникул, вы все равно сдаете декларацию по упрощенке, а если вы на упрощенке, но не вели деятельности, значит то, что вы не вели деятельности, не освобождает вас от сдачи декларации, то есть она может быть нулевой, но вы ее должны сдавать. Если например вы совмещали несколько режимов, то есть у вас была упрощенка, по которой у вас не было деятельности, и вы вели деятельность по патенту, то есть в этом случае вы должны сдать отчетность по упрощенке, опять же нулевую декларацию. Если у вас получился убыток, обязательно, то есть убыток не освобождает вас от сдачи отчетности. И это в этом случае не зависит 6% у вас упрощенка или 15%. То есть декларацию вы должны сдавать в любом случае. Сама декларация у нас в общем-то как бы давно имеет устоявшуюся форму, сейчас мы переключимся туда. декларация по УСН. Вот у нас декларация по УСН. Сейчас я ее открою, а попутно мы с вами немножечко сделаем экскурсию. Раздел регламентированный учет. И соответственно здесь у нас когда мы состоим декларации по упрощенке, нас интересует вот этот раздел. Книга учета доходов и расходов. Значит мы выбираем организацию, пусть будет деловой союз опять же, нет, не деловой союз, а пусть он будет например вот так. Нас интересует 23-й год, годовая книга доходов. Вот мы пишем сформировать и у нас появляется печатная форма листа, которая, ну, то есть лист титульные и дальнейшие доходы и расходы. Обратите внимание, если я формирую печатную форму, я могу распечатать только выборочно какие-то отдельные листы или все листы вместе, ну, то есть эта функция нам доступна при формировании любых отчетов. так. Вот. И, значит, в разделе регламентированный учет, соответственно, при формировании отчетности за год я могу рассчитать сразу налог УСН. То есть это, ну, как помощники, которые помогают мне при формировании вот этой годовой отчетности. вот Андроменто или, допустим, вот у меня был предприниматель сформировать. То есть в этом случае у меня формируется документ справка расчет налога УСН. Ну, если бы он у меня был, то есть если формирование как бы если бы у меня были данные у меня бы сформировался расчет с детальными комментариями. Это удобно. Ну, естественно, если вы уверены в том, что вы правильно вели оперативный учет и своевременно отражали все операции, которые попадают под упрощенку и формирование упрощенного ну, то есть декларация по упрощенному налогу. И здесь же вы видите еще и ссылочка, если все-таки вы находитесь в регионах, которые применяют АОСН, то вы можете как бы немножко облегчить собережение. Есть вот такой помощник для формирования. Ну, и, соответственно, если вы хотели поменять упрощенку, поменять показатель, то вы могли это сделать только в течение, допустим, до 31 декабря меняйте учет на текущий год. Во всех других случаях вы должны доработать до конца по упрощенке, либо, если вы потеряли право на, повысили, превысили по каким-то показателям право на применение упрощенки и слетели с него, то, соответственно, вы должны сначала квартал, когда вы потеряли право на упрощенку, вернуться на общий режим. Так, сейчас мы с вами снова это декларация по упрощенке, то есть мы посмотрели, что здесь ничего критически нового у нас не совершилось, у нас в общем-то стандартным способом формируется эта отчетность и здесь ничего такого революционного не приключилось. А теперь декларация по СНХ. Вот мне хотелось показать вам такую табличку. Здесь, как я уже говорила, форма декларации, формат предоставления в электронной почте и порядок у нас были изменены. Это декларация за 23-й год. И, соответственно, у нас везде есть такие предупреждения и достаточно много обозревателей информационных разных ресурсов писали об это дело. То есть обратите внимание, чтобы у вас был актуальный релиз конфигурации и вы могли сформировать актуальную отчетность. То есть отчетность наша выглядит вот таким образом. Формируем мы ее абсолютно точно так же, как и раньше. То есть меню создать налоговую отчетность и, соответственно, сельскохозяйственный налог. Он у меня уже есть в моем списке. Вот сельскохозяйственный налог, то есть я его заранее сформировала. И, соответственно, вы можете просто использовать все остальные механизмы, которые мы применяем. точно так же здесь работают. Здесь надо только своевременно обновить программу, чтобы у вас была форма отчетности, та, которая сейчас действует. Так. И теперь поговорим вот о чем. То есть мы на самом деле имеем еще необходимость подавать вместе с налоговой отчетностью бухгалтерскую отчетность. И есть случаи, когда предприятие, например, не вело деятельности и сдает упрощенную налоговую декларацию. Значит, мы можем подавать упрощенную форму баланса и упрощенную форму декларации. То есть казалось бы хорошо и даже очень, но тем не менее эта форма есть пару условий, которые сводят на нет ее применения. Упрощенную налоговую декларацию мы с вами можем предоставлять в том случае, если мы не вели деятельности и вместо нулевок, вместо того, чтобы подавать нулевки по всем налогам мы можем подать единую упрощенную налоговую декларацию. Значит, у нас она подается по четырем видам налогов, то есть налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, по упрощенке и сельскохозяйственную, то есть как раз все те, про которые мы говорили с вами сегодня, за исключением НДС. И вот теперь мы переходим к самому вкусненькому, почему же мы при наличии такого права не сможем ее продать. То есть предполагается, что если мы не вели деятельности, то мы можем сдавать упрощенную декларацию. Но если у нас, например, не было и объектов налогообложения, да, мы ничего не продавали, ничего не покупали, не оказывали услуги и доходов не получали. Все, мы подходим. Ура! Но второе условие не происходило в движении средств на банковском расчетном счету и в кассе. То есть в кассе мы с вами можем гарантировать, что у нас был круглый ноль по всем документам. А вот с банком здесь банк учитывает любые поступления за счет компании и списание с него. И значит если предприятие получило займ, например, оплата за коммунальные услуги учредитель внес заемные средства или у нас были остатки денежных средств и банк списывал с них плату за свои услуги там еще за что-то. То вот к сожалению такая такая операция у нас попадает как раз таки в перечень и в этом случае мы не можем применять единую упрощенную налоговую декларацию. То есть банк списывает свои комиссии всегда, даже если не велись операции по банку. Поэтому в 90% случаях вот по этому пункту мы, к сожалению, не можем применять единую налоговую упрощенную декларацию. Но если все-таки у нас вот такое чудо случилось и мы обнаружили у себя такое право, то в этом случае мы должны сдавать данную декларацию ежеквартально до 20-го числа месяца, который следует за отчетным кварталом. Теперь бухгалтерская отчетность. Ну с бухгалтерской отчетностью все немножко не так грустно. Значит, бухгалтерскую отчетность, то есть баланс мы сдаем раз в году. Когда-то это было предоставление ежеквартально, но уже достаточно давно действует положение, что мы предоставляем отчетность раз в году финансово за год и должны предоставить в электронном виде не позднее 1 апреля. Мы предоставляем баланс форма 1 и баланс форма 2. Здесь важно вот что. Обратите внимание, есть такое положение в акционерных обществах и там четко оговорены сроки, в течение которых баланс должен быть рассмотрен, утвержден и направлен соответственно в налоговую инспекцию. В этом году 31 марта у нас выходной день, это воскресенье и соответственно следующий рабочий день у нас с вами должна быть предоставлена отчетность. форма 1 и форма 2 сдается всеми организациями, ну и как бы поскольку они менялись эти формы, то там ничего такого особо интересного нет. Если вы имеете право применить упрощенную бухгалтерскую отчетность, то вы должны сдать в этот срок баланс упрощенный. если обратите внимание вот на что, то есть подача упрощенной формы баланса или общей формы является правом, то есть вы можете иметь право подать упрощенную отчетность, но бухгалтер, например, у вас подал полную бухгалтерскую отчетность, все 6 форм, в этом случае ничего страшного нет. А вот критерии обязательного аудита у нас пересматривались и если ваше предприятие попадает под эти сведения, то у вас есть обязательный аудит. В этом случае вы должны сдавать баланс вместе с заключением аудитора. Добровольный аудит, если вы проводите его по настоянию, например, ваших собственников или руководителей, не требует предоставления в налоговые органы ваших экземпляров, это делается только как бы для вашего спокойствия. То есть обязательный аудит у нас попадет предприятие под обязательный аудит, если доход свыше 800 миллионов рублей и если или если сумма активов баланса свыше 400 миллионов рублей. Это этот критерий был достаточно сильно изменен, то есть раньше было 60 миллионов рублей, теперь 400. То есть как вы понимаете расширены как бы рамки предприятий, которые не попадут под аудит. Аудит у нас регулируется статьей 5 закона об аудитовской деятельности, то есть статья 5 регулирует именно список критериев, по которым попадаем мы или не попадаем под обязательный аудит. Если мы попадаем под обязательный аудит, то сейчас самое время и скажем так очередь к аудиторским компаниям почти такая же как поликлиник на прием, потому что сейчас до конца марта, чтобы сдать баланс с заключением аудитов, самое время очень поторопиться, потому что проверка занимает тоже не один день и подготовка заключения. сейчас вы видите на экране форму баланса, сейчас я переключусь на демо версию и посмотрим мы с вами вот что, то есть у нас так, бухгалтерская отчетность, у нас отчетность вот она упрощенная и бухгалтерская отчетность обычная, соответственно, если мы берем упрощенную форму, вот так, ну, выберем промресурс, например, ну, в этом случае вы видите здесь у нас бухгалтерский баланс и форма отчета о финансовых фазалитатах, то есть форма 1 и форма 2, и заполняем ее обычным способом, то есть нажимаем кнопочку и смотрим, что у нас в расшифровке. Видите, поскольку у меня неправильно это, то у меня, соответственно, и не совпадают, кстати, не совпадают активы и пассивы, потому что у меня не закрыты месяцы. Но, видите, вот в данный момент у меня желтые поля для ручного редактирования, то есть вид экономической деятельности я в этом случае заполняю вручную и точно так же у меня есть возможность что-то редактировать в форме номер 2. Если я все делала правильно, все делала корректно и закрывала год, то есть закрытие года у меня произошло корректно, то есть есть у меня таких косяков, как несовпадение активов и по счету баланса не будет. Я не буду записывать это. Вот, а теперь посмотрим с вами обычный баланс, бухгалтерская отчетность с 2001 года, обычный баланс. Пусть у меня будет бухгалтерская так. В этом случае у меня, как вы видите, здесь как раз все шесть моих приложений к балансу. Значит, на что обратить внимание расчет чистых активов. На это обычно не обращалось внимание, но в последнее время расчет чистых активов привлекает особенное внимание. Мы его с вами видели, когда список формировали и расчет чистых активов влияет на то, что ваше предприятие может быть ликвидировано, если у вас чистые активы находятся на определенном то есть если их размер ниже определенного определенных критериев. Ну и вот соответственно наши балансы финрезультаты это у нас форма 2 форма 3 форма 4 ну то есть мы формируем соответственно так вот все выбрать и формируем соответственно полностью бухгалтерский баланс, который отправляем обычным образом. ну вот у меня что-то сформировалось по каким-то сведениям, которые будут и в этом случае я отправляю 6 отчетов и пояснение есть ли они у меня есть, если у меня были какие-то нестандартные операции. Ну вот допустим все. Вот мои отчетности отражаются здесь и рекламентирован учет. Так? Ну соответственно я здесь могу сформировать дополнительно по основным средствам, по резервам дополнительные пояснения, которые требуются мне при сдаче баланса. Напомню, что форму 1 и форму 2 предоставляют налоговые органы все без исключения налогоплательщики. А сокращенную форму или не сокращенную форму или полностью баланс 6 форм это уже в зависимости от того имеет ваше предприятие право на предоставление сокращенной формы отчетности или нет. Кроме того, что у нас произошло изменение достаточно большое изменение форм первичной документации, у нас получилось достаточно сильное ужесточение в разделе статистики и в плане воинского учета. статистика прислала достаточно много новых отчетов, которые сдаются в основном по сотрудникам, в основном по условиям труда и так далее. Напомню, что в этом году идет изменение по САУД, то есть по оценке рабочих мест и соответственно вам нужно будет проверить попали вы или не попали под выборку по статистике. Это можно сделать просто вот в личные кабинеты раздел регламентированный учет, личные кабинеты есть обмен с порталом статистика, то есть работу с личными кабинетами обязательно нужно настраивать, это очень сильно облегчает ну как бы и работу и скорость обратите внимание значит и по вашему ИНН проверить какие отчеты в этом году вы должны сдавать потому что есть отчеты которые сдаются раз в два года или ежегодно или ежемесячно потому что если вы не сдадите отчеты то есть оправдания я не знал что я должен сдавать уже не действует и статистика с удовольствием штрафует причем штрафы существенные если вы на первый раз не сдали или нарушили сроки предоставления отчетности то ваши штрафные санкции составят 70 тысяч рублей а повторное правонарушение эти штрафные санкции вырастут до 150 тысяч рублей поэтому обязательно нужно проверить какие отчеты вы должны сдавать в этом году вот и второй момент это налоговый это воинский учет вот это больная тема для многих потому что воинский учет ужесточили сильно требования касательно во-первых возраста а во-вторых отчетности которая предоставляется в военкоматы и обратите внимание не существует предприятий которые не должны сдавать воинский воинский учет исключения ну то есть исключения из этого не существует даже если у вас работают одни девочки отчетности вы должны сдавать сложность составляет то что воинский учет ведение воинского учета требует дополнительной активации то есть если мы работаем с вами в разделе работаем в ERP в разделе инсы и администрирования в разделе кадры мы заходим первоначальные настройки проверяем настроен ли у нас воинский учет вот он у нас здесь после настройки штатного расписания то есть мы ставим в обязательном порядке флажок ведется воинский учет и тогда у нас в разделах зарплата кадры появляется раздел воинского учета допустим вот в раздел зарплата и раздел кадры у нас появляется раздел воинский учет и также в справочниках и администрирования в справочниках организации появляется в карточке организации вот такой блок воинский учет и соответственно мы уже можем зайти и изменить ну соответственно заполнить нужные сведения так что обратите на это внимание и то что касается кадрового учета здесь есть ну ложка дегтя значит ну во-первых вы помните что у нас изменились во-первых штрафы так же как сейчас минуточку вот она наша то есть у нас изменились правила призыва на 5 лет изменился призывной возраст с 1 января 24 года вот вы видите с 18 до 30 лет призываются сотрудники и собственно не сказать что в разы а даже больше то есть фантастически у нас увеличились штрафные санкции для работодателей почему для работодателей потому что очень чуть-чуть произошли корректировки в порядке работы если раньше военкомат напрямую работал с физическими милициям то есть сручал повестку присылал там на дом уведомления о том что надо явиться на сборы там или еще куда-то то теперь все вот эти вот повестки военкомат присылает вашему работодателю и если вы как работодатель вдруг не передали или передали ему эти уведомления не своевременно то во-первых вы должны доказать что например это не вы ловили с очком ворон а ваш сотрудник не хотел получать допустим повестку о явке военкомат то вы должны не просто предоставить эти сведения а указать в присутствии каких лиц указав их фамилию имя отчество должность происходило это счастливое событие то есть он от вас бегло а вы его ловили что вы не передали списки военкомат не передали списки военобязанных военкомат обратите внимание штраф от 60 до 500 тысяч рублей и что если военкомат вызвал например сотрудника на сборы а вы ему не предоставили такую возможность то есть не выделили транспорт не освободили от работы то в этом случае опять же штрафы до 500 тысяч рублей на сотрудника на на должностных лиц организации и на организацию то естественно военскому учету лучше уделить больше внимания а еще есть такая особенность что военный комиссариат это не допустим как налоговая инспекция или как сотрудники фонда то есть документооборот с ними не на данный момент не автоматизирован и для многие скажем так военкоматы в территориальных образованиях имеют свои собственные бланки то есть не унифицированные а свои собственные и поэтому вашим сотрудникам нужно заранее с ними связаться чтобы уточнить на каких бланках им подавать отчетность и соответственно уже чтобы предприятию не грозило например что отчетность признана не предоставлена потому что они не по подходящей форме и что еще нужно в общем-то учитывать это при составлении отчетности по зарплатной отчетности учитывать что у нас вот скажем так это горячо любимая бухгалтерами тонкость то есть мораторий у нас действовал только на 23 год материальная выгода значит у нас облагается НДФЛ по ставке 35% и это должно не только рассчитываться но и перечисляться ежемесячно значит на 21-23 год было принято постановление что у нас объявлен мораторий но мораторий перестает действовать с 24 года и облагать НДФЛ материальную выгоду снова требуется то есть за 23 год мы еще отчитываемся ну скажем так выдохнув но с мораторием а в 24 году обязательно проверьте то есть начисление и главное перечисление этих доходов и здесь важно вот что учитывать что здесь принимают участие договора заключенные до 24 года в основном это конечно займы то есть не обязательно денежные это может быть натуральные займы допустим займы полученные товароматериальными ценностями или какие-то другие но чаще всего конечно займы конечно это учредители и когда они выдавали займы либо себе либо физическим лицам к сожалению наше время уже подошло к концу мы с вами снова переключаемся на снова переключаемся на наши слайдики и возвращаемся к началу к титульному листу я еще раз хочу показать вам контакты наши то есть электронная почта телефоны телеграм контакт сайт хочу поблагодарить вас за время которое вы для нас выделили хочу поблагодарить вас за интерес который вы проявили к нашим встречам и пригласить вас к сотрудничеству мы надеемся быть вам полезными мы делаем все как бы весь спектр работы с программами 1С и надеемся что сможем оказать вам посильную помощь так что милые приглашаем на этом прощаемся с вами всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...